Объектов, строительство которых затянулось на долгие года, в Ак-Тубе немало. Некоторые из них в этом году даже справляют своеобразный юбилей. К примеру, это здание будущей гостиницы по улице Красина. Ее фундамент был заложен в 2007 году. Но по каким-то причинам презентация коммерческого объекта все откладывается. Заместитель Акима Ак-Тубе Жандос Байрханов решил сегодня лично разузнать, как долго будет вестись стройка. График производства работает. Надзор, кто будет вести. И автор должен свои корректиры, которые вы говорили. Вы же хотели, что корректировка где-то будет? Нет, там все по проекту будет. По проекту сделайте. Выяснилось, что ввод объекта притормаживает судебный спор. Однако владелица будущей гостиницы настроена оптимистично. По ее словам, финал близок. И она даже не исключает возможность того, что здание наконец будет достроено до конца этого года. Такого же мнения и владелец земельного участка по улице Бугимбай-Батыра. Здесь должны появиться элитные высотки. Однако строительство он никак не может начать ввиду того, что прежние владельцы участка вышли за пределы так называемой красной линии. Но документы должны быть приведены в порядок со дня на день, уверяет бизнесмен. В целом, по словам зама Акима, ситуация с долгостроем в Ак-Тубе не такая уж и безнадежная. По городу есть 24 объекта, о которых мы говорим, проблемные. На сегодняшний день с каждым мы отрабатываем. Осталось сейчас 7 объектов, к которым работу еще не приступили. На остальных объектах работа уже начата. Утвержден соответствующий график на сдачу, введение объекта в эксплуатацию. Проблемные объекты, которые имеют больше 10 лет проблему. Всего за день Жандос Байрханов совершил объезд в шести недостроенных объектов. Всем владельцам были даны разъяснения по ускорению ввода в эксплуатацию зданий. При этом Акимат не прочь оказать бизнесменам всяческое содействие в рамках закона. В случае, если до конца года ситуация с долгостроем не изменится, то предпринимателям придется платить крупные штрафы. Продолжение следует...